Для чего сегодня нужен карантин? То есть средний период зараженности или продрамальный период от 2 до 14 дней. Так установил ВОЗ, так пока считается, так установили временные рекомендации методические Минздрава Российской Федерации. И так установлено санитарным законодательством 2-14 дней. Итак, если вы попали в контакт с ковидом, то есть вы явно были с человеком, и вы знаете, что он лежит с пневмонией или он болен, вы подлежите карантину. Что такое карантин? Для чего он нужен? В первую очередь он нужен для вас. То есть вы должны за эти 14 дней наблюдать температурную реакцию. Как у вас температура? Появилась ли у вас они засамея? Это первый один из важных признаков, когда пропадает обоняние. То есть человек вдруг чувствует, что он не понимает, не чувствует запах кофе, запах духов. Пропало обоняние. Это один из признаков, и это очень характерный основной признак только для коронавирусной инфекции. Есть еще очень редкие заболевания, когда человек не чувствует при поражении центральной нервной системы. Но эти больные, они знают, их единицы. Второй. Я правильно понимаю, то есть насморка нет, а обоняние отсутствует. Да. В отличие от обычного ОРВИ, когда, естественно... Совершенно верно. И вот в эти 14 дней, может быть, у вас появляется заложенность носа, у вас появляется кашель, сухой, там, легкий, непродуктивный кашель, появляются головные боли, слабость, какие-то интоксикационные... Субфибрилитет 37,2. То есть вы уже понимаете, да, что, возможно, вы... У вас начинает разворачиваться клиника коронавирусной инфекции. Она первые признаки такие же, как ОРВИ и признаки. Что нужно делать? Ну, тогда, да, тогда нужно начинать лечиться. 14 дней карантина дается для того, чтобы вы... И оформляется больничный лист, чтобы вы не выходили на работу и не являлись источником, особенно это офисные работники, те, которые работают в офисах, это вот... Все менеджеры, сотрудники банков, да, они работают большими коллективами. Там, где есть скучность. И там, где риск заражения достаточно высокий. Вот, к сожалению, наше население маски носит вот так. Очень много мы видим, вот так идут. Почему берется мазок из носа и зева? Потому что именно там, в слизистой клетке, большое количество коронавируса, который размножается. И когда вы закрыли рот, вы все, что у вас есть, выдохнули из носа и вдохнули в слизистую носа то, что вам не нужно. Поэтому маску надо носить правильно. И дома, в том числе, если вы сидите в карантине, и у вас есть другие члены семьи. К сожалению, поначалу первые коронавирусные инфекции болели семьями. На сегодня мы уже имеем опыт, где у нас в семьях... Ну, вот один из случаев. Заболел ребенок, да? В семье еще мама, папа и старший ребенок. И если соблюдаются все меры предосторожности, о которых я могу рассказать, да, то члены команды, члены семьи не заболели остальные. То есть мы пролечили ребенка 26 дней, мы его наблюдали на дому, но ни мама, ни папа, ни брат, никто не заболел. Они были в какой-то особенной одежде? Нет. Эти люди не были ни в отдельной, ни в какой-то специальной одежде. Это был масочный режим, раз. Это было проветривание каждые 4 часа-два. Нет. И это была обработка поверхности везде, где ребенок проживал. Отдельная посуда для него. Отдельный туалет. Потому что у этого ребенка ковид протекал в виде диареи. Да, то есть на самом деле семья обратилась к тем, что у ребенка диарея, жидкий стул. И оказался ковид. То есть ковид же сегодня поражает не только легкие, но поражает желудочно-кишечный тракт. Сегодня уже доказано, что есть энцефалит. Да, коронавирусный. Он поражает мозг. Что такое незасомие? А это вирус проходит решетчатую кость и попадает в мозг. Почему наши больные иногда себя не совсем адекватно в первые недели ведут? В первые 5 дней, да. Они закрываются на стуле, они скандалят. Они требуют средства массовой информации, они привлекают внимание. И смотришь на человека, что он как-то неадекватно себя ведет. На самом деле, да, это поражение центральной нервной системы коронавирусом. Сегодня это доказано. У них даже есть делерий. Есть шкала, по которой определяется степень поражения головного мозга. Поджелудочная железа. Почему люди с сахарным диабетом в зоне риска? Потому что поражается желудочно-кишечный тракт и вовлекается поджелудочная железа. Поэтому это люди в зоне риска. Ну, конечно, основной орган мишени – это легкие. Да, это вот те самые ковидные пневмонии. Поэтому, если это форма в виде диареи, то здесь мы будем обеззараживать не только воздух, но мы будем обеззараживать и стул больного. И здесь в этом случае очень хороши спиртовые растворы. То есть, если у вас дома нет специализированных каких-то ДЭС-средств и средств для обработки именно поверхностей вирусов, вы берете элементарную водку и обрабатываете все поверхности. Также обрабатываете руки. И прекрасно это является профилактикой заражения коронавируса. Продолжение следует...